МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня посещает Большой дворцово-парковый ансамбль в Несвеже. Президенту доложили о выполнении его поручений по реконструкции культурного объекта. Глава государства ознакомился с экспозицией отреставрированного замка и осмотрел его залы. Этот дворец – одна из трех достопримечательностей Белоруссии, внесенная в список мирового наследия ЮНЕСКО. В Несвежском замке находится съемочная группа СТВ. И сейчас на прямой связи со студией наш специальный корреспондент Ольга Макей. Здравствуйте, Ольга. Вам слово. Здравствуйте, Ирина. Сегодня культурная столица Белоруссии, именно такой статус в этом году носит Несвеж, официально открыла двери своей главной достопримечательности. В это трудно поверить, но еще некоторое время назад на территории Несвежского замка располагался санаторий. Конечно, он выглядел не так, как сейчас, но любители сравнений могут приехать сюда со 100-тысячной купюрой. Здесь как раз изображен Несвежский замок и, что называется, можно найти 10 отличий. Но это на любителя. Ну а сегодня комплекс посетил президент страны Александр Лукашенко. Глава государства уделяет пристальное внимание сохранению этого замка. В частности, за период с 1997 по нынешний год президентам было дано 19 поручений, касающихся реконструкции комплекса. За результатами работ глава государства следит лично, поэтому в 2008 году Александр Лукашенко также посещал замок. Отмечу, что за эти годы реставраторами была проведена колоссальная работа. Восстанавливали замок и внутреннее убранство по уникальным чертежам. Предлагаю вам послушать, что по этому поводу говорят специалисты. Мы нашли в Кракове оригинальные чертежи 18 века. Это уникальные для белорусских ученых документы, по которым нам удалось восстановить и планировку, и объем, и многое другое. Вот это и есть сокровище. Отреставрированные памятники – это уже национальный капитал, который не подлежит ни девальвации, ни изменений. Он с каждым годом только больше имеет цену. Несмотря на реконструкцию, все эти годы от туристов не было отбоя. Только в этом году обновленный комплекс посетило уже 160 тысяч человек. Как минимум, еще столько же здесь планируют принять до конца года. Этот памятник архитектуры уникален не только для Беларуси, но и для всей планеты. Сооружение внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 30 залах Несвежского замка собрано около тысячи экспонатов. Среди них много знаковых. Это оригинальные образцы изделий радивилловских мануфактур, слудские пояса, налебокское стекло и многое другое. Специалисты постарались воссоздать интерьеры так, как было во времена княжеской династии. Можно посмотреть, как обедали радивиллы, побывать даже в их спальне. Но особого внимания заслуживает так называемый «золотой зал». По оформлению это помещение сравнивают даже с Георгиевским залом Зимнего дворца в Петербурге. Кроме того, есть легенда, что на территории комплекса до сих пор спрятаны сокровища. Об этом мы спросили у наследника княжеского рода. Давайте послушаем, что он ответил. Мы не скажем никому, где они. Это легенды. И это хорошо, что есть легенды. Это самый важный замок нашей семьи. Мы очень рады, что замок такой прекрасный. Это великий праздник Белоруссии и тоже нашей семьи. Впрочем, резиденция радивиллов интересна еще и своими подземными сооружениями. Во время реконструкции здесь было обнаружено много подземных ходов и коридоров. Они тоже будут открыты для посетителей. Ну и, как полагается, любому замку в Несвежском тоже есть свое привидение. Нам рассказали местные смотрители комплекса о том, что иногда видят здесь женщину, якобы облик женщины в черном обличии. Предполагается, что это призрак Барбары Радивилл. Но, надеемся, мы сегодня его не увидим. На этом у меня пока все. Ирина? Спасибо. На прямой связи со студией из Минской области был наш специальный корреспондент Ольга Макей. Сегодня Александр Лукашенко посетил большой дворцово-парковый ансамбль в Несвеже. И подробная информация в следующих выпусках новостей. Сильный ливень накануне вечером подтопил 19 улиц Минска. За 2,5 часа выпала треть месячной нормы осадков. Потоки были настолько сильными, что ливневки не справлялись с обилием воды. Движение общественного транспорта остановилось. 40 троллейбусов, 3 трамвая и полсотни автобусов оказались в плену большой воды. Наибольший перерыв в работе транспорта составил 55 минут. В связи с потоплениями в столице был объявлен план «Посейдон». Бригады спасателей объезжали улицы и оценивали ситуацию с точки зрения потенциальной опасности для людей. Одновременно работали экипажи ГАИ и дорожные службы. Заложниками ливня оказались водители. Вечером эвакуировано 15 автомобилей. Пострадавших нет. Кроме того, в результате прохождения грозового фронта в Гомельской области без света остались две молочно-товарные фермы. Спасатели подключили к питанию дополнительные генераторы. По прогнозам синоптиков, сегодня по республике снова ожидаются грозы и дожди. Объявлено штормовое предупреждение. Ветер усилится местами до 20 метров в секунду. Ненастной будет погода и завтра. Авиасообщение между Минском и Бургасом возобновилось накануне поздно вечером. Пассажиры трех чартерных рейсов авиакомпании «Вилави» вылетели в Болгарию. Сегодня рейсы в этом направлении должны проходить по расписанию. В ближайшее время ожидается прилет белорусских туристов из Бургаса. Напомним, 18 июля аэропорт был временно закрыт из-за взрыва автобуса с израильскими туристами. По последним данным, в результате трагедии погибли семь человек, еще 34 получили ранения. Министерство внутренних дел Болгарии квалифицировало взрыв как теракт. Соболезнование президенту Израиля Шимону Пересу, родным и близким погибших, а также всему израильскому народу, выразил президент Александр Лукашенко. Расследование теракта в Болгарии продолжается. Накануне вечером в ряде СМИ появилась информация о том, что взрыв мог устроить 36-летний бывший узник Гуантанамо, подданный Швецией. Однако позже власти Болгарии и Швеции опровергли эти данные. У полиции есть отпечатки пальцев и ДНК террориста. Однако кто он, пока официально не сообщается. Полиция придерживает сомнения, что мужчина перед терактом прожил в Болгарии от 4 до 7 дней и действовал в одиночку. Тем временем тела пятерых погибших израильтян минувшей ночью были доставлены на родину. Массовым расстрелом посетителей закончился премьерный показ фильма о Бэтмене в США. Трагедия произошла в городе Аврора, штата Колорадо. Преступник в противогазе открыл огонь по посетителям кинотеатра, после чего бросил в толпу газовую гранату. По предварительным данным погибли до 12 человек. Около 40 пострадали. В деле о двойном покушении на духовных лидеров в Татарстане задержаны четверо подозреваемых. Напомню, накануне в Казани в подъезде собственного дома киллер застрелил Валиулу Якупова, заместителя главы духовного управления. А буквально через час на воздух взлетела машина его начальника, муфтия Татарстана, Илдуса Файзова. Религиозный лидер получил ранение, он находится в больнице. Похороны его заместители пройдут сегодня, в первый день священного для мусульман месяца Рамадан. Эпидемия редкого кожного заболевания распространяется по Таиланду. Это так называемый синдром руки, ноги и рта. Подхватывают его в основном дети. У пациентов повышается температура, болит горло, а затем появляются волдыри на руках и ногах, которые лопаются и превращаются в небольшие язвы. Только с начала года в стране переболели около 13 тысяч человек. В Бангкоке в связи с быстрым распространением заболевания власть распорядили и закрыть около двух десятков столичных школ. Испанию захлестнули массовые акции протестов. Демонстрации прошли в 80 городах страны. Полтора миллиона человек выступали против увеличения налогов, уменьшения пособий по безработице и отмены премии госслужащим. Манифестанты требовали от правительства провести референдум и поинтересоваться мнением испанцев в отношении жестких мер экономии. В Мадриде акция протеста переросла в беспорядки. Демонстранты блокировали одну из улиц, сжгли мусорные баки, били витрины, пытались проникнуть на территорию здания Конгресса депутатов. Но встретили отпор. Чтобы разогнать разъяренных манифестантов, полиция была вынуждена применить резиновые пули и дубинки. Пострадали около 30 человек. Олимпийский огонь прибывает сегодня в Лондон. Стартует эстафета завтра по всем 33 районам столицы Великобритании. Первые участки пролягут через самое сердце Олимпийского города, официальные районы Игр. Далее огонь провезут по маршруту рядом с самыми знаменитыми лондонскими достопримечательностями. Собором Святого Павла, резиденцией британского премьера на Даунинг-стрит, Букингемским дворцом. Завершится эстафета в день открытия Олимпиады, 27 июля. Таисия Саховская, телекомпания СТВ. Крушение частного самолета «Эсэйр» в Минске в 2009 году произошло из-за неправильных действий экипажа. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование происшествия, которое произошло 26 октября в районе национального аэропорта. Эксперты пришли к выводу, что экипаж не принял своевременного решения по уходу на второй круг или запасной аэродром. Снижение вне видимости наземных ориентиров привело к столкновению самолета с землей и гибели людей. Авиакатастрофа унесла жизни трех членов экипажа и двух пассажиров. Разбившийся самолет изготовила британская компания в 1986 году. За время эксплуатации ни разу он не ремонтировался. Был рассчитан на 35 тысяч посадок, совершил около 8 тысяч. По результатам расследования этого инцидента в комитете разработали рекомендации по повышению безопасности полетов. Почти семь лет лишения свободы за ограбление с игрушечным пистолетом. Такое наказание ждет 21-летнюю брещанку, совершившую разбойное нападение на ломбард. Напомню, в конце марта в Бресте в один день было несколько краж. Самая резонансная в ломбарде на улице Буденова. Девушка в состоянии алкогольного опьянения угрожала кассиру предметом, похожим на пистолет, и требовала деньги. Забрав около 600 тысяч рублей, злоумышленница покинула помещение. Задержали ее в тот же день. У нее изъяли похищена и игрушечный пистолет. Уже после задержания нашей обвиняемой за разбойное нападение, о котором мы сегодня говорим, выяснилось, что она совершила еще ряд преступлений, а именно пять краж имущества в различных торговых павильонах города Бреста. По совокупности совершенных ей преступлений, ей окончательно было назначено уголовное наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы. Минск-Могилев, бросок на восток. Седьмой белорусский автокруиз стартовал сегодня. Каждый раз пробег приурочен памятным датам. В этом году он посвящен 200-летию Отечественной войны 1812 года и 68-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Утром участники автопробега и ветераны возложили венки к вечному огню на столичной площади Победы. По маршруту будут встречать афганцы, будут такие небольшие импровизированные митинги и, конечно, расскажут о машинах, о том, ради чего это делается. Потому что в эти июльские дни, как бы мы ни хотели, мы возвращаемся к событиям освобождения Беларуси и защиты Беларуси. Потому что Могилев в июльские дни еще держался в 1941 году и был примером мужества и героизма. Настроение прекрасное. Это уже седьмой автокруиз, в котором мы участвуем. Маршрут, как всегда, выбран удачный. Пробег – это, во-первых, популяризация автотуризма. Первое на первое. Поэтому это очень интересно. Колонна автомобиля отправилась далее по историческим и культурным местам Минска и Могилевской областей. Всего им предстоит пройти 700 километров. Участники почтят память героев лениндарной битвы на реке Березина, побывают в мемориальном комплексе «Буйническое поле» и в этнографической деревне Буйничи. Завершится автокруиз 22 июля в Могилеве. Далее в эфире спортивное обозрение от Александра Ярмыша. Заходите на наш сайт ctv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. Всего доброго и до встречи в 16.30.